Здравствуйте! В эфире телеканала Навросия ТВ. Новости. В студии работает Виктория Полянская. Сегодня о таких событиях. Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко в случае проигрыша на выборах. Турчинов заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе. В Госдуму внесли проект, упрощающий режим пребывания в России жителям ДНР и ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 15 раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта и поселок Жабичево на севере Донецка, поселки Шахты Трудовская, Старомихайловка и Александровка на западе столицы, горловские поселки Гольмовские и Доломитное, Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка, Анда-Кучаевска, также село Украинское на юге ДНР. 12 апреля в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного совета ДНР 2-го созыва. Парламентарии приняли ряд важных проектов законов и постановлений, в частности, о назначении на должность заместителя председателя Верховного суда главы Палаты по арбитражным делам. Согласно повестке заседания, депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон ДНР об охране труда, разработанный Комитетом Народного совета по социальной и жилищной политике совместно с Государственным комитетом горного и технического надзора. Как рассказала член профильного комитета Клавдия Кульбацкая, проектом закона предусмотрена замена выдачи работодателей лицензии на выполнение работ повышенной опасности, эксплуатацию и применение машин, механизмов оборудования повышенной опасности, выдачи разрешения на вышеуказанную деятельность. Также законопроектом предусмотрено исключение лицензии из перечня документов, необходимых для проведения работодателям обучения по вопросам охраны труда. Взамен данной лицензии предполагается проведение республиканским органам исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере промышленной безопасности, охраны труда и государственного горного надзора в пределах своих полномочий регистрации декларации в соответствии с материально-технической базой работодателя требованиям законодательства ДНР. Законопроект был принят в двух чтениях в целом. Теперь он будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета. Также парламентом было принято постановление о назначении на должность заместителя председателя Верховного суда главы Палаты по арбитражным делам. Соответствующее представление зачитал представитель главы ДНР в Народном совете Алексей Сухинин. Руководствуясь статьей 8 Закона ДНР о статусе судей представляю кандидатуру Шумаковой Юлии Владимировны к назначению на должность заместителя председателя Верховного суда главы Палаты по арбитражным делам сроком на 6 лет. Все необходимые по закону документы прилагаются. Кроме этого, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проекты постановления об изменении состава Комитета Народного совета по бюджету финансово-экономической политики и Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, а также делегирование депутата Народного совета в состав квалификационно-дисциплинарной комиссии Совета адвокатов ДНР. Действующего президента Украины Петра Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере, если он проиграет выборы. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Я думаю, что если будет основание, у нас достаточно институций, которые могут открыть проваджение против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура. По словам министра, он и лидер партии Народный фронт, бывший премьер Арсений Яценюк регулярно ходит на допросы. Аваков добавил, что последний раз был на допросе по делу о покушении на экс-президента Украины Виктора Януковича. Напомним, в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bigas Info обнародовала материал, в который раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе. Согласно этим материалам, к хищениям причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские власти направят корабли через Керченский пролив. По его словам, отказ от прохода через пролив значит, что Украина отказывается от Азовского моря и от собственной территории. Полторак считает, что осуществлять проход стоит только после готовности военно-морских сил и международных партнеров Украины. Таким образом, по его мнению, будет обеспечен безопасный проход кораблям. В свою очередь, член оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал заявление украинского министра Блефа. На своей странице в Facebook Клинцевич написал, что Украина может хоть завтра направить свои корабли через Керченский пролив, но только при соблюдении соответствующих процедур. Он отметил, что другие варианты будут пресекаться России самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано. А потому утверждение министра обороны Украины Степана Полторака, что такие попытки произойдут, как только к этому будут готовы военно-морские силы Украины и ее международные партнеры, типичнейший Блеф – одна из скрепленных карт в предвыборной колоде Петра Порошенко. Тем более, что страны НАТО прекрасно понимают разницу. Одно дело поддерживать на словах некие претензии Украины, а совсем другое – непосредственно участвовать в ее провокациях. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждает, что Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и якобы наращивает на своих восточных рубежах ударные группировки войск. Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Российской Федерации, будет использоваться 6-я и 4-я армии военно-космических сил ВСРФ. Они разместили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад. Кроме того, по словам Турчинова, в Южном военном округе началось формирование шести резервных так называемых казацких дивизий. В наступлении, по его словам, также могут задействовать Черноморский флот, Каспийскую флотилию и 22-й армейский корпус в Крыму. Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. Комментируя заявление Турчинова, депутат Госдумы России Михаил Шеремет назвал слова политика абсурдными. Все эти заявления продиктованы страхом за свое ближайшее будущее и желанием удержаться у власти любым путем. Депутат также добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Если наша армия и переступала границы, то только прогоняя врага, который пришел с мечом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев имеет альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года. Он также заявил, что Москва, по мнению украинских властей, будет использовать все возможности для блокирования работы украинской газотранспортной системы. При этом Гройсман отметил, что компания «Нафтогаз Украины» и ее менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утвержден правительством относительно отделения газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству. Напомним, что Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Действующий контракт истекает в конце текущего года. В Украине объявлен в розыск капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко. Отмечается, что такое решение Оболонский районный суд Киева принял после того, как Горбенко в очередной раз не явился на судебное заседание. Напомним, что в феврале полиция объявила капитана в розыск, как без вести пропавшего. Позднее выяснилось, что Горбенко вернулся в Крым. Он рассказал, что ему предлагали признать вину, получить украинское гражданство и вернуться домой с условным сроком. Однако Горбенко заявил, что не считает себя виновным. В Госдуму внесен законопроект о продлении до одного года срока непрерывного пребывания в России для жителей Донбасса. Текст документа размещен в электронной базе Нижней палаты парламента. Авторы в пояснительных материалах напоминают, что на данный момент иностранные граждане, въезжающие в страну по безвизовому режиму, могут находиться в России не более 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Разработчики отмечают, что в связи с этим жители Донецкой и Луганской народных республик, живущие в России, каждые три месяца под угрозой депортации вынуждены пересекать границу и возвращаться в Россию. Законопроектам предлагается установить, что срок временного пребывания лиц, постоянно проживающих в Донбассе, составляет один год. Кроме этого, жители Донецкой и Луганской народных республик смогут его продлить, не покидая российскую территорию, а просто подав заявление в органы Министерства внутренних дел. Отмечается, что если законопроект будет принят, то его действие распространится и на тех уроженцев Донбасса, которые уже находятся в России. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Паладина сообщил о рисках для Турции после покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. По его словам, США четко предупредили Турцию, что ее потенциальное приобретение С-400 приведет к переоценке программы F-35. Дипломат также заявил, что покупка Турции С-400 повышает риск потенциальных действий в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Он пояснил, что возможные ограничения могут коснуться физических и юридических лиц, вовлеченных в эту значительную сделку. При этом дипломат отказался комментировать вопрос о том, ставит ли Турция под угрозу свое членство в НАТО, приобретая С-400. Ранее глава Министерства иностранных дел Турциями влет Чавушаглу заявил, что турецкая сторона закупит истребители у других стран, если США откажутся поставлять Анкаре F-35. В США обязаны представить все документы по экстрадиции основателя Викиликс Джулиана Ассанджа до 12 июня. Об этом в четверг заявил судья Вест Минстерского магистратского суда Майкл Сноу. Ассандж, обвиненный Швецией в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции, которую разрешил британский суд. Он также попросил политического убежища у эквадорских властей. Утром 11 апреля Ассандж был задержан по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующее слушание по делу Ассанджа на 2 мая. Подсудимый остается под стражей. В США основатель Викиликс обвиняется в сговоре с бывшим военнослужащим Челси Мэнингом и публикации похищенных им служебных документов. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание до 5 лет тюрьмы. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы специалисты государственного предприятия «Автодор» приступили к ремонтно-восстановительным работам автодорожного покрытия по маршрутам следования к мемориальному комплексу «Саурмогила». Всего запланировано отремонтировать порядка 1380 квадратных метров автодорожного покрытия. Подготовка автодорог данного маршрута находится на особом контроле Министерства транспорта ДНР. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и будут завершены до майских праздников. 11 апреля в поселке Кипучая Креница Старобешевского района ДНР 5,5 тысяч абонентов остались без водоснабжения вследствие прорыва на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики. В спасательном ведомстве уточнили, что утром 12 апреля специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Лифт Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Виктория Полянская. Всего доброго. Не переключайтесь. ДНР Лифт Телеграм В Мариуполе облачно, утром ожидается дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10. В Славянске погода будет облачной. Во второй половине дня дождь. Ночью плюс 8, днем плюс 16. В Краматорске небо будет пасмурным. Синоптики также прогнозируют дождь. Плюс 16 днем, ночью плюс 9. В Енакиево пасмурно и дождливо. Ночью плюс 9, днем плюс 15. В Горловке солнце будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня будет идти дождь. Плюс 16 днем, ночью плюс 9. В этот день в Макеевке облачно. Ожидается дождь с грозой. Температура ночью плюс 9, днем плюс 16. В столице Донецкой Народной Республики небо будет пасмурным. На протяжении всего дня дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 9. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok